делать прекрасно самоделку понадобится нам 4 вот такие пилки у меня сейчас их 3 одну я уже приготовил она нам тоже пригодится процессе изготовления также нам понадобится доска простая еловая 150 на 25 длиной 450 миллиметров одну доски мы знаем находим сейчас центр это будет 225 миллиметров и меню с каждой стороны туда и сюда отступая по 100 миллиметров и делаем разметку теперь нам нужно сделать три отметки по 40 миллиметров но здесь прям самый край аналогично делаем с этой стороны снизу также по 40 миллиметров теперь делаем 4 линии от первой отметки к центру и далек от точки к точке получилось что то вот такая вот елочка делаем отметку в 10 миллиметров с двух сторон и проводим ровную линию это нас будет глубина пропила для тех кто может быть не самого начала смотрел сделаю разметочку покажу да пока убираем дощечку сторонку возвращаемся к нашим пилкам найдем центр теперь беру двухкомпонентный клей и наношу его прямо на наши отверстие вот так же с таким слоем проложу пилочкой потом уже забью одну сторону посадил на эпоксидный клей а вторую ради эксперимента вот это клей в секундный попробуем что получится это чисто ради эксперимента я думаю что держать будет на как думаете вы а также вывел все в плоскость то было все одинаково все простучал все загнал уже было получается почти инструмент готов в общем друзья сделал вот такую вот ручку немножко конечно поработал хотел побыть папа карлой но нет у меня рубанка делал все при помощи стамески но немножко шлифану получилось вот так вот ну можно было конечно не заморачиваться можно было сделать дверные ручки просто поставить и все отметочки по центру прям доски сделаю сейчас сквозные отверстия сверлышком двоечки думаю никуда не денется крепко стоит на самом деле ручку почему такую сделать у меня был когда-то новый ютонговский и он стоит почти тысячу рублей даже мне кажется больше здесь нет затраты составили 32 рубля ну и деревяшки остатки деревяшек сейчас пойдем попробуем покажу для чего это я думаю все прекрасно понимают для чего это нужно но я вам покажу сейчас на своем примере друзья ну как видите есть небольшие выступы а для лучшего склеивания и для для меньшего слоя клея чтобы было меньше мощности холода лучше конечно каждый ряд затирать перед тем как сделать второй ряд как видите все прекрасно затирается все защищает получается ровная идеальная постель теперь можно смело наносить клей и ставить второй ряд блоков особенно кривые блоки получается когда их отпиливают то есть вот эти сгибы их надо чем-то убирать чтобы они плотнее лежали чем меньше будет клея чем меньше шов тем меньше будет мостиков холода получается ровненький блок также можно подровнять стеночку чтобы меньше шпаклевать штукатурить берем как и не прекрасно сглаживает друзья на по итогу получился вот такой вот замечательный инструмент который стоит совершенно недорого и делается элементарно а еще раз напомню да потому что я потратила на него 32 рубля пару обрезков дощечек он конечно очень хорошо выручит при строительстве дома прикладки стен ну и также можно зачистить немножко стены при штукатурке сегодня будем делать очередную самоделку вот из такой вот дощечки она у меня уже сухая это доска 25 на 100 нам понадобится два кусочка первым делом отмечаем два кусочка по 350 миллиметров теперь берем две доски наставляем их заподлицо и для более точной отметки делаю обычной ручкой теперь от полосы отступаем 50 миллиметров это у нас будет центр нашей заготовки а теперь я не знаю все дела на вскидку да попробуем сделать отметочки с вами 5 10 15 20 25 ну не знаю давайте еще 30 сделаем посмотрим будем пробовать теперь с каждой стороны отступим по 10 миллиметров и также сделаем отметочки теперь взял свердлышко два с половиной миллиметра и будем сверлить отверстие использовать буду обычный черный саморез а теперь выставляем дощечку переворачиваем ее и закручиваем на 4 самореза теперь берем и накручиваем саморезы получилось так но мне а это будет много потому что получается здесь саморезы торчат на почти на 30 миллиметров у меня к сожалению сейчас нет коротких я сейчас их выровняю чтобы они где-то были у меня 16 18 миллиметров выступали все ну считаю все готово выровнял я дастся чтоб одинаково было получилось то примерно вот так вот смотрится ручку будет делать с обычного бруска 100 миллиметров отрежу другой на 130 одну часть я просто грубо обработал топориком чтоб можно было держать в руке правда тут пропил какой-то непонятно это фигня не мешает сейчас этот брусочек ставим вот сюда вот так вот и закрутим его сразу на саморезы теперь надо поставить вторую для этого сейчас наметим сквозное отверстие выставим примерно по центру ну примерно опять же это все на вскидку офигеть так еще сейчас два саморезика еще прикручу чтобы она уже наверняка никуда не делась теперь идем пробовать тема я думаю будет рабочая прям делать на скорую руку начал делать стенки перегородки санузле первый ряд я посадил на цемент а теперь нам нужно первый ряд проложить арматуры я буду делать при помощи арматуры при помощи восьмерки теперь мы берем ничего мы спустили теперь берем лопатку и надламываем все эти части как глубина как мы и сделали берем кисточку или что-нибудь такое что можно было вымесить получилась такая вот канавочка в которую восьмерка арматура прям уклалась заподлицо да даже не заподлицо ниже потому что сначала наливается краевая основа и потом утапливается арматура так все заполнил раствором стива в стене сделал отверстие чтобы можно ставить был арматур заранее и загнул теперь вставляем в отверстие туда и утапливаем арматура должна быть утоплена в растворе получается вот таким вот образом арматура утоплена все ровненько теперь оставляем чтобы это все дело высохла и начинаем вкладку дальше берем для доски в доске 150 на 25 берем делаем несколько отверстий берем старые саморезы берем дощечку одна доска у нас 150 на 25 другая 100 на 25 один саморез наживляем прикладываем примерно на глаз просверлим еще два отверстия и с другой стороны берем опять так же наживляем саморезы берем одну дощечку отпилил под 45 градусов с одной стороны закручиваем 5 саморезов рядышком вот таким образом получает 5 саморезов теперь пойдемте посмотреть для чего это нужно а а а а а а а вот таким вот в общем самым простым способом можно сделать страбу под арматуру занял это не 5 минут буквально вот на изделие и на то есть вам хочу сказать всем огромное спасибо кто смотрит меня кто поддерживает если понравился данный ролик по пальцу вверх напишите ваше мнение ваши комментарии что вы думаете по этому поводу вам я всем крепко жму руку всех вас обнял всем вам здоровья добра но я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока